Книга «Открытым оком». Седьмой том. Тема о монашестве. Вопрос 1963. Из гонителя Савла получился апостол Павел. А из монахов, отшельников получались ли Павлы, проповедники? И наоборот, из проповедника уходил ли кто вновь к молчальничеству и к скрытности в пещерку? Ответ Игнатий Тихонович Лапкина. Из монахов отличные получались проповедники, и этими примерами полна история. Но если они там были не более 5-7 лет? Есть какой-то критический срок, за которым уже начинается деградация преступника. Он уже не может войти в нормальное общество, реабилитация почти невозможна после 7 лет изоляции от общества. Это же самое наблюдается и в жизни отшельников. Так очевидно и в монашестве. Он уже вошел в ту волну. Когда его тянет, всасывает, как в черную дыру, он перешел где-то тот рубеж, за которым только остаются его елем, иночество и полное онемение и омертвение. Описание этой кары Божией над языческим гордецом царем исключительно сильно похоже на жизнь отшельников в пустыне. Хотим мы это заметить или зажмурим глаза на эту историю? Книга пророка Даниила. 4 глава, 13 и 22 стихи. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. Росою небесную ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою. Да коли познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Вот примеры. Мартин, милостивый, 12 октября, кавычки открываются. Он не обучался наукам, довольствуясь лишь одним учением Христовым. Будучи 12 лет, он возымел благочестивое желание сделаться отшельником, подражая уединенной подвижнической жизни святого Антония. Но Бог судил иначе, дабы тем очевиднее явлено было его благочестие еще до просвещения в купеле Крещения. Достигнув родного дома, Мартин застал родителей живыми. Отец его отнесся к нему весьма недружелюбно и остался непреклонным к его проповеди. Но мать его склонилась на его убеждения и была просвещена светом Евангелия. Равно как и многие другие жители его родного города. Но успех евангельской проповеди святого в Сабарии был непродолжителен. Он отправился в Италию и, остановившись в Медиалане, построил там себе отшельническую келью. Но и отсюда, после всевозможных гонений и оскорблений, был изгнан арианским епископом Афксентием. Тогда святой решил сделаться отшельником на уединенном скалистом острове Галиналии, откуда потом переселился в Капралию, которая была совершенно безлюдной, так как была вся переполнена ядовитыми змеями. Там он жил в подвигах богомыслия и молитвы с одним лишь сотоварищем, питаясь одними пустынными растениями. Некоторые под его влиянием отреклись от суетного мира, посвятив себя всецело служению Богу и пустынным подвигам. Обитель святого Мартина в короткое время процвела и прославилась, явившись первым монастырем в Галлии и сделавшись знаменитым рассадником всей стране иночества. Он сам ясно видел истину Христову и твердо был убежден в ней, и с той же ясностью, живостью, простотой и убедительностью умел сообщать и разъяснять ее верующим и неверующим. Он любил поучать притчами, которые производили сильные впечатления на слушателей. Возведенный на святительскую кафедру святой Мартин нисколько не переменился, по-прежнему был для всех образцом глубокого смирения, довольствовался простой одеждой и самую скудную пищей, и большую часть времени посвящал иноческим подвигам, удаляясь от мира и стремясь к безмолвию. Недалеко от города он избрал себе дикое, уединенное место для своих иноческих подвигов. Место это было закрыто скалами и с одной стороны рекой Лаурой, Луарой, и доступ к нему, возможно, был только по одной тропинке. Здесь святой Мартин построил деревянную келью. Возле него стали селиться также и другие подвижники благочестия, искавшие пустынные жизни. Одни строили себе такие же хижины, другие выдалбливали себе пещеры в горной скале. И таким образом собралось около святого Мартина до 80 братьев и образовалась новая иноческая обитель. Она называлась монастырем Мартина, а также большим монастырем и впоследствии Мармутье. Братья жили в безусловном послушании и по большей части в безмолвии. Из сей обители вышло немало епископов, много потрудившихся в деле распространения христианского просвещения среди язычников. Он ходил по окрестным странам, уничтожая языческие капища и вырубая священные деревья, идолопоклонников, строил церкви и наставлял язычников в вере Христовой. Евангельская проповедь святого Мартина имела тем больший успех, что сопровождалась нередко знамениями и чудесами, которые совершал святой силою Христовую «Воочию всех неверных». Кавычки закрыты. Афанасий Афонский, 5 июля. Кавычки открываются. За такое трудолюбие Афанасия любили все братья. Так в течение четырех лет он показал себя совершенным в иноческой жизни. Затем преподобный отец повелел ему проводить жизнь безмолвии, в келье, находившейся в пустыне и отстоявшей от обители на одно поприще. Между тем старец, призвавший Афанасия, приказал ему снова предложить пришедшему учительное слово о спасении души. И устами святого действовала благодать Господня так, что слушающие речи его умилялись, сокрушались сердцем и плакали. Да и сам старец изумлялся благодати поучения, исходившей из уст Афанасиевых. С этого времени военачальник Никифор и Патриций Лев весьма полюбили блаженного Афанасия. И, уединившись с ним, Никифор открыл ему свое намерение, говоря, «Отче, я желаю устраниться от мирской бури и, избегнувши житейских забот, служить Богу в иноческом безмолвии. Это желание и намерение окрепли у меня главным образом под влиянием твоих Богодухновенных речей. И я питаю надежду с помощью твоих святых молитв получить желаемое». Кавычки закрываются.